международочки подпустить вам маленечко международочки ну вот совет федерации рассмотрит в среду сегодня вопрос об использовании вооруженных сил российской федерации ну и куда мы пошлем вооруженные силы все-таки куда наверное сирии нет сирии мы только вас авиацию пошлем но авиацию тоже вооруженные силы но мы никогда спортянка меня равнялись на хорошо а что там но это матвиенко они говорят про сирию ни слова просто за рубежка что-нибудь пошлем переходим к рассмотрению второго вопроса переходит матвиенко ко второму вопросу ну и слава бога она придет час они разрешат что мы сомневаемся что ли в чем-то мы не сомневаемся со эти федерации совет федерации как выключатель электрический подошел включил подошел выключил вот и все что там путин внес совет федерации обращение об использовании вооруженных сил россии за рубежом товарищи но точно разрешат так придется воевать меняем тему меняем тему прямо мгновенно сейчас мы обязательно должны заменить тему путин внес совет федерации обращение об использовании вооруженных сил россии за рубежом к чему вы готовы где повоюем и как повоюем давайте поспекулируем погнали хорошо давайте 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 поговорим об этой самой операции значит путин внес совет федерации матвиенко приступила к рассмотрению алло здравствуйте алло здрасте до слышу вас здравствуйте вот по поводу понимаете в чем различие вы помните случай когда один ублюдок ударил старушку я не понимаю о чем вы говорите я говорю про сирию он про ублюдков но там тоже в сирии есть ублюдки давайте договоримся о терминах 737 3948 алло здравствуйте до а помните год назад был принят закон согласно которому разрешено было принимать курсом силы иностранцев да то есть мы под а так мы таджиков погоним или иран закона два закона этих если использовать то получается что дайте дайте мне дайте мне еще века продлите вы умеете продлевать вы умеете продлевать векторы продлите мне продлите значит мы иранцев сплошь ну хотя бы нет хотя бы взрослых иранцев принимает на контракт русскую армию да согласно тому первому первую поправку первому изменению зашло на воинск что можно было использовать именно иностранцев в вооруженных силах и все правило в сирию говорим о вас отправили сирию так они так туда отправляются а таджиков все таки отправить 737 3948 сейчас алло здрасте я слушаю вас нет не получилось андрей я пытался с вами связаться но нет не получилось алло здравствуйте путин внес совет федерации обращение об использовании вооруженных сил россии за рубежом значит на основании пункта какого г или это р статьи 1 часть 1 статьи 102 внес предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента вооруженных сил рф за пределами территории страны только что это произошло путин внес совет федерации уже обсуждает слушаю вас здрасте куда едем нет а это я говорю куда едем воевать имителю господи уже леток не понятен алло здравствуйте да слушаю вас да откуда вы звоните москва круто прошу вас да да нет право про предложение использование контингента никто не хочет никто не хочет сконцентрироваться алло здрасте да слушаю вас здрасте абдул так давайте откатим назад помните перед отъездом в оон да наши значит журналисты там сми все в один голос кричали он еще собирается встречаться с рухани да да значит таки встреча с рухани бы про это никто ничего не говорит обама и там совсем прибамас ну а встреча с рухани никто не говорит еще к встреча за обамой тоже вот значит там была какая-то договоренность а что поговорили с рухани мы ничего не знаем значит таки там америкосы согласились там типа мы против но война ищи делайте в чем порядок я так думаю что иран тоже там очень сильно завязан и вроде бы мы кордириума иранцы нам помогает да хорошо спасибо я думаю я думаю я думаю что тем не менее он предупредил обаму тоже обама вот скорее всего сам барачек или давай или я все равно сделаю он баба баба где-то что хочешь все равно мы не справляемся видно с обамкой договорились говорит лёха вексель и лёха вексель прекрасно слушайте лёха вексель ваша ваша прекрасная фамилия напомнила мне на необходимости посмотреть на доллар товарищ я же абсолютно я же абсолютно улетел в какие-то империи я абсолютно стал как будто я эльф и порхаю с цветка на цветок подобное эльфу мне не не мешало бы стать человеком а именно поинтересоваться деньгами мне кажется человека отличает от эльфов как раз материальность 65 79 например там же где вчера 65 но мы видели там мы вчера видели его после 10 на 66 на 60 выше мы его видели в смысле доллар выше но потом в течение дня он укочевал на 65 60 и также будет и сегодня я думаю 65 78 сейчас 73 77 а вот мы видим сейчас евро пониже потому что вчера был 74 с копейками 74 с копейками сейчас я посмотрю быстренько главную пару чтобы было понятно а один 12 14 нет 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 значит все нормально больших движений не произошло и по нефти быстро скажу вам и все вы поедете товарищ даренко в сирию защищать интересы газпрома в но в новороссии чё это в новосирии теперь и новосирия говорят ипатий новороссию забыли забыли проехали новороссию все теперь новосирия смотрите сегодняшний заголовок прекрасный в в коммерсанте да новосирия бойцы новосирии конечно добровольцы новосирии 48 про 48 долларов стоит нефтица вчера было 48 сколько я неважно 48 точка хватит давайте слово про новосирию вы думаете новости они могут повлиять на валюту ты выписала 50 на 50 да да хорошо я эти новости нет мало нет мало потому что на россию вообще ничего не влияет кроме нефти слушайте я хочу я хочу голосование заладить погнали ребят значит путин внес предложение при при одним словом путин обратился к совету федерации за разрешением посылать контингент за границу мы понимаем мы думаем что дело идет о сирии вы поддержали бы отправку контингента если если выпасть поддержали бы отправку контингента . до 134 20 35 нет 134 20 36 все не буду распространяться же вы же образованные люди вы знаете что путин говорил о воздушных аэроударах да смотрите 12 контрактников чеченцев ждут вылетов сирию ели ну хорошо хорошо 7373948 7373948 мы говорим об этом по телефону и пожалуйста позвоните и проголосуйте путин обратился сейчас к совету федерации совет федерации уже рассматривает вопрос мы внимательно смотрим на ленту новостей совет федерации рассматривает вопрос об отправке русского воинского контингента в зарубеж мы думаем что речь идет о сирии вы приветствовали бы такое 134 20 35 вы не приветствовали бы такое 134 20 36 приветствовали бы сейчас 41 процент 41 процент у меня приветствует и дело идет к двум сотням проголоса 40 40 41 опять 41 41 на 59 40 на 60 ну что останавливать пока ничего не изменится ребята две сотни проголосовавших ездами меньше чем за минуту я останавливаю 40 на 60 40 процентов привет 41 40 видишь пересчитала машину 41 41 на 59 ребят я передаю эстафету новостям внимание внимание говорит москва девяносто четыре и восемь в москве 10 30 в студии денис чижов здравствуйте совет федерации в эти минуты рассматривает вопрос об использовании вооруженных сил россии за рубежом об этом заявила глава верхней палаты парламента валентин матвиенко пресс-служба кремля сообщила что владимир путин направил в парламент соответствующее обращение эта тема обсуждается в закрытом режиме по словам матвиенко сенатором запрещается использовать фото и видеотехнику средства телефонной связи радиосвязи а также средства звукозаписи эксперты опрошенные интерфаксом связывают рассмотрение этого вопроса с событиями в сирии владимир путин подписал распоряжение о назначении руководителя администрации президента сергей иванова замглавы нида михаила богданова и статс секретаря замминистра обороны николая панкова официальными представителями президента при рассмотрении вопроса об использовании вооруженных сил россии за рубежом юрий считает что вопрос уже решен юрий пишет ну конечно все же решено софет просто опробирует решение за или против без разницы пишет андрей сейчас софет федерации все примет да это мы понимаем спасибо не первый день здесь живем все мы понимаем совет федерации примет 41 процент я знал это голосование хотят отправить наших бойцов за рубеж но ты сказала мне какая то есть последняя строчка по мнению эксперта включение в список михаила богданова являющаясь спецпредставительом президента по ближнему востоку африки ужасно давай я тебя научу не читаю агентство подряд вот смотри надо агентство сразу можете научу можно на правах на правах более опытно значит смотри эксперты говорят что в списке михаил богданов это спецпредставитель президента по ближнему востоку и африки Следовательно, а где он в списке? Он назначен руководителем администрации. Они представляют обращение в Совете Федерации. А, представляют обращение президента в Совете Федерации. А раз его, Михаила Богданова, послали представлять, а он спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке, понятно, что речь идет о Сирии и об исламском государстве, и об Ираке. Сирия и Ирак. Я, как механик-водитель БМП-131 Майкопской бригады, готов, говорит Леха Вексель. Лех, ну вас не пошлют. Вас не пошлют. Пешеходами отправят иранцев. Иранцы пехоту дадут. От нас требуется, понимаете ли, умственная работа. Умственная. А именно, пилотов отправят. Пилотов. Механиков. Механиков, пожалуйста, которые с ключами бегают вокруг. Я надеюсь, меня призовут. А? 73-73. Я механик турбовинтовых самолетов Ан-12. Кстати, как раз сегодня читал опросы про то, что... До известной степени. Да, до известной степени. Спокойно. Вот наступление на исламское государство поддерживает? Это опросы. Да. Граждане России. А вот введение, ну, именно войны с участием наших войск не поддерживает. Куда делся Миша Маргелов? Не знаю никого Миши Маргелова. Я знаю Васю Маргелова. Вася Маргелов, который сын того самого знаменитого Маргелова. В СМИ Украины уже устоялся термин на Новосирия. И девиз «Дамаск наш». «Дамаск наш». Ну, а почему нет? «Дамаск не надо, нам побережье нужно». Зачем нам «Дамаск»? Это скверный климат и все такое. Кадыровцев туда пишет «Хлебушек с колбаской». Елена Кунцева. «Праведная война только на своей территории. Народная мудрость». Подождите, Елена из Кунцева. Компьютерная игра будет. Эта война будет, как компьютерная игра. Мы же будем с самолетов давить беззащитных людей, у которых нет никаких средств ПВО. Это же прекрасно. Я считаю, что это прекрасно. Ну как это у них нет никаких средств ПВО? Романтично. Елена из Кунцева, это романтично. У них там переносные какие-нибудь, эти зимитные. Я не знаю. Я, значит, Владимир из Дубая нам позвонил. Сейчас мы расспросим его. Владимир, мне кажется, прекрасно, прекрасно, романтично, да, Владимир, прекрасно, романтично и волнующе бомбить с воздуха беззащитных уродцев в тюбетейках, в смысле специальных таких-то шапочках, у которых нет средств ПВО. Правильно это круто? Ну, мне кажется. Ну да, это, в общем, такая развлекуха. Ну, знаете, этот самый, какой-нибудь там флайт-симулятор или что-нибудь такое. Конечно. Флайт-симулятор и так далее. Как нам на компьютере? Это компьютерный? Том-то дело. Нам грозит компьютерная война. Единственное, что глаза начнут слезиться. Устанешь стрелять? Глаза начнут слезиться. Можно мозоль на пальцы не тереть от джойстика. Правда же? Совершенно верно. Что касается посылки, куда предполагается вероятность контейнера. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о некоторых группах, которые должны заниматься техническими вещами в Ираке. В Ираке в том-то дело. Спасибо. Сегодня была публикация. Владимир, спасибо, что подтвердили эту публикацию косвенно. Значит, что мы создаем штаб антиисламского государства, организации запрещенной на территории Российской Федерации, значит, в Багдаде. В Багдаде. Конечно. И вот интересный вопрос. Сказал, почему? Почему не в Дамаске? Почему не в Москве? Понятно. Почему не в Дамаске? Тоже, в общем, понятно. Там стреляют. Да. Вот. А почему, спрашивается, не в Тегеране, если как бы основной союзник нашей Сирии, а почему в Багдаде? Все смешалось в Лагер. Владимир, все смешалось. Да. Если прямо в Тегеране, то, ну, очень сильно расстроим западных товарищей, которые скажут, ну, вот, вообще снюхались полно просто напрямую. Там и в 300, и в штабы. А вы были в Багдаде, Владимир? А вы были в Багдаде? Разочек. Разочек. Чем хорош Багдад? Ой, ничего не хорош. Вот не так давно, как бы, приходилось Басра, там, ну, без бронежилы, то лучше не ходить. А чем отвратителен Багдад тогда? Спрошу по-другому. Ну, он немножко грязноват, он немножко не устроен за пределами зеленой зоны, зеленки, где, как бы, ну, посольский квартал, там совсем нехорошо. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание на один эпизод, он, как бы, на самом деле свидетельствует, что это аж, ну, не ошибочное решение, но оно, как бы, довольно странное, вот эти все телодвижения. Понятно, что больше политическое значение имеет это, и показать опять Западу. Так нам хочется же это, а нам хочется. Поехали, да, несколько лет тому обратно, ну, много достаточно, будет эпизод, когда наших дипломатов там похитили и расстреляли в Багдаде, помните? Ну, конечно, я помню, да. А еще помните, мотоциклистов поймали. Я говорил и сказал с дрожью в голосе, что найти и уничтожить, как это делают... Вот сейчас мы это сделаем. Вот сейчас мы это сделаем. Ну, и все, и как бы... А сейчас мы будем поголовно уничтожать, и все, поголовно начнем, и все, и все. А никого не нашли, и никого не уничтожили. Да нет, же уничтожим сейчас за каждого нашего дипломата 10 тысяч честных крестьян, и все, это хорошо, мне кажется. Нет? А? Ну, вряд ли, это вряд ли, потому что... Это не получится, да? Вот мне, например, разговоры о том, что иранцы пойдут впереди, так сказать, фронтально и корпусом слаженной Стравской революции, усилий, это как бы тоже не выйдет. Не выйдет. С моей точки... Ну, у меня полстовичный опыт общения с иранцами большой. Самые тяжелые и мутные переговорщики и партнеры в мире. Китайцы даже рядом не стоят. Ну, а если кричать, делай как я, и встать с гранатой впереди иранцев, они что будут делать? Нет. Вот мне приходилось общаться с товарищем, назовем его так. Он был в свое время командиром группы мотоциклистов-диверсантов, которые ходили в тыл Ираку. Трижды ранен. Очень интересный человек. И его точка зрения на происходящее несколько зачачивается от того, что мы с вами на самом деле пытаемся обсуждать. То есть, если я вскочу из окопа и закричу, делай как я, с гранатой в руке, то иранцы выстрелят меня в спину, да? Они сначала подумают, а одобрит ли это Мулла? Может и нет. И первым делом посоветуются. Посоветуются. Присядут на корточке? Ну, непременно посоветуются. Присядут на корточке. А я все это время буду бежать, бежать. Ура! Да, да. А потом выяснится, что пришло время намаза, и спешить опять некуда. Понятно. 7373948. Вот они какие наши союзнички-то хреново. В хорошем смысле. Что не союзник, то Люба дорого посмотреть, товарищ. Алло, здрасте. Да, здрасте. Алло, здрасте. Сергей, мне кажется, все-таки главное это, что Путин говорился с Обамой, как должен уйти Асад. Да. Как и когда. Ну, это главное, на мой взгляд. Ну, послушайте, значит, Асад какое-то время, как Кэрри сегодня сказал, вернее, ну не сегодня, сегодня в нашей прессе, да, накануне из-за разницы во времени, Кэрри сказал, что они теперь за постепенный уход, значит, Асад даст своего человечка. Вы же это тоже понимаете, что еще уйдет, но понятно, что не уйдет, понятно, что не уйдет, в том смысле, что даст своего человечка. То есть персонально Асад уйдет, но от Алавитов кого-то даст. Ну, а до этого не было договоренностей, а сейчас есть. Ну, сейчас есть, да, то есть Асад уйдет. Ну, а от этого пошла пляска. Ну, конечно, Асад же исходил из того, что всех будут крошить в мясо, а теперь американцы говорят, Асад персонально нас не устраивает, но своего человечка он даст, и все, будущее правительства. Да, все правильно, и теперь пошла пляска. Ну, конечно, все, что двинулось. Слава богу, так это же прекрасно, так это же двинул на самом деле Путин с Лавровым. Вы же понимаете, что это сделал Путин с Лавровым? 7373948, алло, здравствуйте, дослушаю. Алло, здравствуйте, Андрей из Москвы. Да, здравствуйте. Я так думаю, когда собирались вводить войска на Украину, то Обама разрешения не дал, а сейчас дал. Да спешно это. Ну, почему же дал мне? В Афганистан в воде и спрашивали у Верховного Совета. Илья Ильич был председателем Президиума Верховного Совета. Глупости спрашивать, когда войну начинать. Ну, подождите, ну, если бы по-баме самолетов не так страшно. Ну, самолетов. Ну, все равно надо как-то утилизация снарядов. Вводить надо на Украину было, не Олимпиады рядом. Так не здрасте, так это же надо было сразу. Так нет, поймите, у нас с Украиной надо было до апреля решить вопрос. До апреля. Чтобы уже в майские вместе парад провести с патриотическими украинскими прорусскими силами. Надо было сразу не телиться. Все, наверное. Ну вот, до апреля бы все почистили, и все. Ну, мы же все думали. Вот в чем дело. Ага, вернем Шри. Что Шри? Я не знаю, что Шри. Теперь представьте, что разбомбят мирных. Какой хай в мире поднимется? Никакого хая. Юрий, я вас умоляю. Саудиты только что в Йемене, только что вчера вечером разбомбили Йеменскую свадьбу. 200 человек гостей. А какой торт? А сколько верблюдов? Саудиты разбомбили все в мясо. Довели до состояния фарша людей. Целую деревню. И никакого хая. Все хорошо. Все, конечно, нравится Америке, значит, хорошо. Понятно? Это одно и то же. Нравится Америке, значит, хорошо, демократично, правильно. Вот же в чем дело. Хорошо. 73-73-94-8. Главное, чтобы нравилось Америке. А мы в Ираке создаем штаб. В Ираке. Наш штаб будет в Ираке. То есть под присмотром дяди Сэма. Вместе. Мы будем качественные иные люди. Мы будем правильные чуваки. Мы будем за демократию всех бомбить. Понимаете? Никакой Украине вообще не снилось такого. Украине снилось за демократию пригнать полк Су-25. Несколько эскадрильей послать. Понятно. Так Шри-Ланку же и вернем, говорит Андрей Скороле. Зачем вам Шри-Ланка? Я умоляю. Значит, подождите. Чай выращивать. Все в доме пригодится. Нет, чай только китайский мы пьем. Никакой Шри-Ланки. Забудьте. Это все извращение английское. Значит, слушай. Мы должны исходить из следующего. Мы пойдем в Ирак под присмотром администрации проамериканской и на самом деле. И также американцев, которые в Ираке, вместе с ними в интересах демократии, во славу мира и торжества прогресса. Понимаешь, какие-то поляки отправляли полтора инвалида воевать в Кабул, там что-то такое, отсиживаться там где-то. Значит, какие-то украинцы тоже отправлялись в Афганистан якобы, якобы, ну, там сказать, там за кофе сбегать, понятно, да? Ботинки почистить там американцам. Украинцев несколько отправляли. Специально. Это считалось, что они участвуют в контингенте. О, что ты? Молодцы. Молодцы и так далее. Теперь в качественно иной уровень. Смотри, русские, приходят русские. Ну, великие полубоги, полубоги, полками авиационными зайдем, отметелим в интересах американцев, естественно. Будем хорошие мы, но наши интересы совпадают. Асада уберем, но от него возьмем человечка, но постепенно, не резко. Все довольны, все плачут от умиления. Плачут от умиления. Я тебе напомню. Почему у нас отношения с Америкой все время идут как на качелях? Че? О, Совет Федерации дал согласие. Совет Федерации. Можно я встану? Все, я сейчас сидел на короткое время. Позволился и расслабился. Так. Редактор Игоревич, смирно! Совет Федерации дал согласие президенту Российской Федерации использовать войска в Сирии, заявил Сергей Иванов, глава администрации президента Российской Федерации. Все, товарищи, все, ура! Вот видите, как случилось? Вот я все время, я чаял, чаял, что мы станем демократами. Понятно, что это значит? Вам понятно, что нам придется теперь любить Америку, опять по новой и все на свете? Ты понимаешь, что это такое? Нам печенек дадут. Это союз Аполлон начинается новый. Ну почему? Потому что мы сейчас пойдем, ну вот из разрозненных данных, из разрозненных данных сшивается полотно, что мы идем вместе со штатами сейчас. Уже по-настоящему. Не как какие-то там их прихлебаи, шестерки, дешевки и гномики, которыми они себя окружили. А еще как богатыри. Богатыри, русские богатыри идут с Америкой вместе. Понимаешь? В Ирак. Ну разве это плохо? Так это хорошо. И нам придется вспомнить, почему мы родные с американцами люди. Почему мы любим Марка Твена. Ты любишь Марка Твена? Очень. Очень хорошо. Ты уже готова для новой эпохи. Ну Марк Твен, между прочим, когда его послали на какой-то там бой, он сказал, простите, я забыл дома почистить оружие, вернулся, взял билет на поезд и больше никогда не приезжал в этот город. Ну так, слушай, значит, Марк Твен, ну ты будешь вспоминать, почему ты любишь Америку, сейчас все будет наобратка. Обраточка пойдет. И в прессе везде пойдет обраточка, и на телевидении, наконец. Леонид Ильич Брежнев, напомню вам, я многое видал, многое знаю. Леонид Ильич Брежнев, когда я был еще младенцем, помню, я лежал в колыбельке. Леонид Ильич Брежнев приехал в Америку и сказал, что мы с американцами, у нас огромное число сходства. Мы, всевозможных сходств, мы очень похожи на американцев. Мы люди, мы нация пионеров русские, советские люди, нация пионеров, и американцы нация пионеров. Мы нация покорителей пространства, и американцы нация. Леонид Ильич Брежнев захлеб рассказывал, почему мы одна и та же нация. Почему мы одна и та же нация. Сейчас нам придется снова все это услышать. Если сейчас будет успешная наша совместная с американцами операция против исламского государства, организации запрещенной на территории России, если будет успешна эта операция, то мы опять соплями и зайдем от дружбы к Америке. Санкции будут сняты. Все будет прекрасно. И Крым нам простят. Союз Аполлон. Крым, конечно, будет наш. Но американцы там тоже будут по-дружески как-то все, понятно, да? Значит, Украина пойдет в надлежащее ей место. Украина займет надлежащее ей место. Где? Я не рискую сказать где, потому что я не ругаюсь. Значит, Украина займет надлежащее ей место, определенное ей судьбою исторической. Понятно? У Параши. Вот в хорошем смысле. Значит, и мы наконец-то восторжествуем. Все, слава богу, я очень рад. Вы рады этой... Нет, почему? Вы рады этому или нет? Я пытаюсь говорить. Я понимаю, что голосование уже бессмысленно. Вы нифига не рады, потому что вы недальнозоркие люди, недальновидные люди. Ваши горизонты слишком узкие. Вы 41% одобряете. Это 49% нифига не одобряет. Но я поговорю с вами об этом по телефону. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. Здравствуйте. Это тараторка на лифчике. Здравствуйте. Я помню просто программу, когда на Украине все это заворачивалось. Вы говорили, сейчас вот Америка плохая, но они по-любому перед выборами прогнутся так, что станут хорошими. Да, Америка... Нет, нет, нет. Мы Америку сделаем хорошей, и сейчас мы поучаствуем за Америку, и все, вперед. И как один умрем. Нет, и как один умрем в борьбе за это. Конечно, товарищ. Секундочку, сейчас. Подождите, я найду, как рубль отреагировал. Рубль отреагирует как-то хорошо. 65,82, рубль упал на 10 копеек, всего на 10 копеек. Что это? О чем мы говорим? Это ерунда какая-то. 7373948. 7373... Конечно, все. Алло. Алло. Да. Хорошо бы, чтобы еще американцы дали нам самолеты по Ленд-Лизу. По Ленд-Лизу. Как это было когда-то. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, теперь мы перезагрузились, и все будет... Я уже перезагрузился, уже музыка, все, перезагрузился полностью. Хинди, Руси, Пхай, 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 Пхай. Конечно, Хинди, Руси, Пхай, Пхай вообще. На полную катушку перезагрузка должна произойти. Конечно, после судьбоносной встречи в Нью-Йорке мы должны перезагрузиться. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. А можно срочная тема на ТТК после Кутуза на внешней стороне, если кто-то, допустим, слушает ваше радио, помочь там женщина в Митсубиси джипе откачивает, видимо, мужа своего, у него он сидит как водитель. Точное место, дайте, точное место. ТТК, внешняя сторона, после Кутузовского проспекта, в левом ряду стоит джип Митсубиси синий. Ребят, если есть врачи, если есть врачи, помогите. Женщина пытается реанимировать мужа, откачивает и так далее. Может быть, плохо с сердцем, ребят, кто может, помогите. Ребят, еще срочное сообщение, срочное сообщение. Пришел срачняк. Президент Сирии только что, Башар Аль-Асад, президент Сирии только что обратился к руководству Российской Федерации с просьбой о показании военной помощи. Об этом сообщает глава администрации президента Сергей Иванов. Только что, вслед за решением отправить войска за рубеж, в частности, в Сирию, президент Сирии обратился к руководству Российской Федерации с просьбой отправить войска в оказании военной помощи. Я думаю, что эта помощь будет оказана. 7373948, ну все, ну все, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я Александр, Москва. Да, здравствуйте. Вы знаете, я считаю, что плохой мир лучше доброй ссоры, и то, что мы с американцами вот на таких паритетных условиях договорились, я счастлив. Ну да, пока непонятно, слушайте, потому что мы еще координационный центр ставим в Ираке, по борьбе с исламским государством. А сейчас отправим войска в Сирию. Сергей, Сергей, понимаете? Я понимаю, я понимаю. А где вы? Ти пацаны. А? Американцы под пули не полезут. Ни в коем случае, мы тоже. Нам тоже пора прекратить это дело. Нам пора прекратить. К сожалению, в Новороссийске на низком старте уже стоят отправки готовые. Ну давайте, но они будут защищать наши базы. Совет Федерации только что читают. Совет Федерации дал согласие президенту Российской Федерации. Использовать в Сирии военно-воздушные силы. Только что. Вот это свежая новость. Совет Федерации только что дал согласие президенту Российской Федерации использовать в Сирии военно-воздушные силы. Уточнил Сергей Иванов. Конечно, радуемся. Меня спрашивают. Дрон спрашивает, чему радуемся войне? Конечно. Конечно. Обабились казаки. Помните у Гоголя? Обабились казаки. Пора пошарпать берега Анатолия. Не помнишь, что это у Гоголя место? Нет. Ну это же, по-моему, в Тарасе Бульве. Ну как? Казаки без войны. Как могут быть? Обабились казаки. Надо немножко это самое прочистить. Немножко как-то, немножко подразмяться. А чем же размяться, как не войной? Я не понимаю этого. 7-3-7-3-9-4-8. Я вас не понимаю. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Добрый день, капитан Очевидец. Капитан, вы рады? Скажите, что вы счастливы. Хоть один милитарист здесь будет или нет? Я не понимаю. Не, ну, я, знаете, как милитарист, я спокойно к этому отношусь. Ну надо, значит, полетим и побомбим. Побомбим. Особой радости и особой горести не испытываю. А обычное дело... У меня была китайский врач знакомая, капитан. У меня была знакомая китайский врач, которая говорила, есть всегда надо с удовольствием. И бомбить надо с удовольствием. Капитан, нельзя делать, нельзя делать... Не надо делать, наматывая сопли на рукав. Надо делать по кайфу все. Чтобы по кайфу. Согласен. Согласен. И особо радуюсь тому, что Путин всех обыграл в ООН. То есть он туда не зря ездил. Он обо всем договорился и очень оперативно. Видите, он буквально в понедельник выступает в ООН. В среду Совет Федерации, АСАД, все принимают правильные решения. Все работает. Все работает как часы. Мы думали, зачем нам управляемый парламент, смотрите, как часы, любо-дорого. Хочется расцеловать в обе щеки каждого сенатора. Каждого. Это не то слово. А Матвиенко вообще зацеловать до смерти. Конечно, хочется. 73. Потому что она молодец. 73, 73. Вот для чего создавалась эта прекрасная парламентская система. Я всегда ее критиковал. Пожалуйста. Но я теперь ее не критикую. Потому что я вижу, что она правильная парламентская система. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Радио. Да, радио, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Это хорошее имя. Здравствуйте, Алексей. Прошу вас. Хочу поздравить всех. И вас в том числе. С начала перестройки 2. Прошу вспомнить Афганистан. Афганистан наоборот. И чем закончилось потом... Мы выходили. Если позволите, мы выходили. Перестройка 2. Перестройка 1 началась с того, что мы вышли из Афганистана. Это неважно, мы выходили или входили. Мы также входили в Афганистан и выходили. Мы войдем в Сирию и также выйдем. Всех поздравляю с перестройкой 2. Хорошо. Но в ваших словах довольно много сарказма. Можно я как Шелдон Купер спрошу? Как Шелдон Купер. Я по-честному спрошу. Это сарказм? Шелдон Купер. Здесь есть сарказм. Товарищи, новости последнего часа. Быстро. Я читаю просто заголовки. Президент Сирии обратился к руководству Российской Федерации с просьбой об оказании военной помощи. Совет Федерации дал согласие президенту РФ использовать войска в Сирии. Совет Федерации дал согласие президенту РФ использовать в Сирии военно-воздушные силы. Решение об использовании вооруженных сил Российской Федерации в Сирии продиктовано не достижением внешнеполитических целей или амбиций, а защитой национальных интересов. Сенаторы единогласно поддержали обращение президента об использовании вооруженных сил Российской Федерации в Сирии. Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента России об использовании вооруженных сил России в Сирии. Только что завершилось заседание, говорит Сергей Иванов, глава администрации президента Совета Федерации, на котором было рассмотрено обращение президента об использовании вооруженных сил за границей, за территорией РФ. Сразу скажу сказать результаты голосования. Говорит Сергей Иванов. Совет Федерации единогласно 162 голоса за при отсутствии воздержавшихся и голосовавших против, сообщает Сергей Иванов в среду сейчас. Сейчас. Секунду. Число граждан РФ из стран СНГ, которые примыкают к исламскому государству, террористической организации, запрещенной на территории России, растет не по дням, а по часам. Речь идет о тысячах. То есть каждый час примыкают граждане РФ к исламскому государству, которое нам предстоит разбомбить. Это прекрасно. Видишь, они туда примыкают, а мы их разбомбим. Это же очень правильно. Нечего было примыкать. Информцентр в Багдаде работает. Он помогает корректировать удары авиации сухопутных войск Сирии, сообщают в Минобороны Российской Федерации. Уже работает. Уже. В Багдаде открыт информцентр. В Багдаде открыт информцентр. Я понимаю, что это информцентр американский, куда прислали наших представителей, да, который координирует авиацию. Ну там, когда летят французы, когда летят американцы, чтобы не сталкивались, боевые задачи выполняли разные и так далее, и так далее. Значит, информцентр в Багдаде уже координирует работу русской авиации по... А которая уже там! Которая уже там! Значит, информцентр в Багдаде координирует между странами НАТО и Россией. И даже доводит американским представителям информацию о нанесении ударов. Сегодня один из лучших дней в моей жизни. Как это прекрасно. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 30 сентября. Подъем!